Спасибо за просмотр! Вообще печь куча, классическая печь куча всегда начинается в 20 часов и 20 минут, не случайным образом, сейчас мы про это немного поговорим, но прежде чем мы начнем, у нас есть несколько таких классических вопросов, которые мы всегда задаем в самом начале, каждая печь куча, обычно их два, а сегодня будет три вопроса. Вопрос первый. Скажите, пожалуйста, кто из вас впервые пришел на формат печи куча? Есть такие люди? Ого, вас много, это очень приятно. Стало быть, вы узнаете сегодня, что это за такой хитрый формат, где он появился, почему мы его делаем в Москве и так далее. Про это коротко расскажу. Второй вопрос, который нам тоже всегда любопытно задать всем собравшимся. А есть ли люди, которые впервые оказались сегодня в этом пространстве? Кто в первый раз Диа Телеграф? Есть такие люди. Теперь вы знаете про эту площадку, тоже немного про нее расскажу. И третий вопрос, который не всегда звучит, точнее никогда раньше не звучал. Вопрос такой, а кто что-то подробно знает, ну хотя бы что-то знает про акцию Invitro, не жди дедлайн? Есть такие люди? И раз сотрудники Invitro такие руки поднимают. Ну отлично, значит вы не зря тоже пришли, про это тоже поговорим. Все, три вопроса прозвучало, поэтому я сейчас по очередности буду на них в общем отвечать. Постараюсь коротко, потому что собрались мы не ради этого, а все самое интересное ждет нас совсем-совсем скоро. Коротко про печь и кучу. Печь и кучу появилась не в Москве и вообще довольно давно. В феврале 2003 года несколько архитекторов в Токио, в Японии поняли, что невозможно уже слушать длинные доклады на совещаниях, на планерках. И они решили придумать очень четкий и очень строгий формат, чтобы каждый выступающий его придерживался, чтобы выступление каждого человека было организовано определенным образом. У каждого выступающего всегда есть ровно 20 слайдов, на каждый слайд есть ровно 20 секунд, слайды переключаются автоматически, повлиять на это никак нельзя. И поэтому выступление человека длится 6 минут 40 секунд, потом включается таймер с обратным отчетом и есть еще 6 минут 40 секунд на то, чтобы ответить на вопросы собравшихся. Этот формат настолько полюбился и понравился людям, что он из этой архитектурной студии, из такой небольшой тусовки дизайнеров, архитекторов, начал распространяться сначала по Японии, а потом и в другие страны. И вот сейчас вы видите на экране скрин с официального сайта печекучи.орг и там можно увидеть, что более 1085 городов в мире, где есть официальные команды волонтеров, это не коммерческий проект, которые зачем-то решили собирать людей время от времени в своих городах для того, чтобы послушать самых разных экспертов, самых разных героев на сцене, выступающих вот в этом формате, формате печекучи. Да, кстати, с японского печекучи переводится как звук беседы, звук разговора, как если бы мы сказали бла-бла-бла. Надеюсь, что бла-бла-бла будет не очень много, это будет содержательно, потому что почти всегда это так. Надо сказать, что да, это вот нехитрая формула, 20 слайдов по 20 секунд, вопросы-ответы. Мы в Москве делаем печекучу уже почти 9 лет. Случилось это в 2009-м, в смысле началось, тогда в команде было 3 человека, Катрина Меньшикова, Женя Казачков и Анна Гилёва. Аня Гилёва по-прежнему в команде, а мы с Виталием Панковым выместили, выгнали из... Это я шучу. Ну, в общем, мы пришли на замену, и сейчас московская команда выглядит вот так. Аня Гилёва, Виталий Панков и Дмитрий Абрамов. Мы в последние годы делаем этот проект в Москве. Стараемся, чтобы вам было интересно, стараемся, чтобы приходили всегда новые люди, и чтобы на сцене тоже появлялись какие-то неожиданные герои. Про второй вопрос. Я спросил, кто впервые оказался на площадке Диа и Телеграф. Вообще для нас это довольно важная площадка, потому что печекуча за все эти почти 9 лет, московская, часто и в знаковые моменты проводится здесь, в пространстве Диа и Телеграф. И мы с Аней Гилёвой когда-то работали здесь тоже. И мы очень благодарны Телеграфу за то, что принимают нас и помогают нам делать это мероприятие. Если вы мало знаете про эту площадку, на сайте Телеграфа вы всегда можете посмотреть, что еще здесь проходит, потому что здесь проходит не только печекуча, здесь проходит огромное количество самых разных приятных мероприятий. И когда я задавал третий вопрос, кто что из вас знает про акцию Invitro, не жди дедлайн, я понимал, что будет сейчас не очень много рук, но мне кажется, что это в общем полезная и важная информация, и поэтому мы решили сегодняшнее мероприятие сделать в партнерстве с Invitro и рассказать про этот проект, про эту акцию, которая проводится уже второй год, на самом деле, вторая осень. Не жди дедлайн, вы можете зайти по этой ссылке и прочитать все подробно, но единственное, что вы там не прочитаете вот этой информации, потому что она исключительно для вас. На лендинге сейчас обозначена стоимость 3333 рубля. За эти деньги можно сделать комплекс лабораторных исследований, но завтра и послезавтра в любом отделении Invitro вы можете сделать это за 333 рубля. И это в общем хорошая возможность, не дожидаясь дедлайна, пойти сделать чекап и узнать, как у вас обстоят дела со здоровьем. Вот так выглядит сайт. Там, кстати, можно еще выиграть разные призы и подарки. Кому-то из вас сегодня тоже будут доставаться призы и подарки. И мы еще хотели сообщить, что если кто-то из ваших друзей поленился и не дошел до Телеграфа, вы можете сейчас сфотографировать этот экран или просто отправить ссылку. Invitro сделали на РБК очень классный спецпроект, и вот прямо сейчас там идет онлайн-трансляция. Печь кучи, поэтому ваши друзья могут посмотреть удаленно, что сейчас будет происходить на сцене. Да, кому-то из вас... А, вернуть обратно. Глеб не успел сфотографировать. Глеб, фотографируй, друзья, фотографируйте. Да, я вижу, взметнулись смартфоны. Все хорошо работает. Диджитал, будущее, все здесь. Так, книжки. К аналоговому переходим. Хотя они в цифровом виде тоже есть. За лучшие вопросы из зала кому-то из вас сегодня достанется новинка от нашего любимого издательства «Ман Иванов и Фербер». Мы специально подбирали эти книги в тему мероприятия, думали про дедлайн. «Разреши себе скучать». Так называется эта книга. Неожиданный источник продуктивности и новых идей. Вот. А спикерам достанется книжка. Она тоже недавно совсем вышла. «Креативный вид, как стремление к творчеству меняет мир». Еще мы будем дарить классные худи за выступление нашим героям. И, собственно, пришло время посмотреть, кто сегодня появится на этой сцене. Шесть очень разных историй. Шесть очень разных героев. И прежде чем мы перейдем к выступлениям, я хотел сказать, что «Печи-кучи» – это очень демократичный формат. И на самом деле на следующей «Печи-кучи» может оказаться кто-то из вас. Для этого достаточно написать нам в фейсбуке или на почту, которая там указана. И если вы сможете как-то аргументированно и веско нашей команде объяснить, что вам есть чем появиться и есть что рассказать нашей аудитории, в общем, все заработает. И, возможно, на этой сцене, на следующей «Печи-кучи» окажетесь вы. Ну что, кажется, все вводные необходимые я рассказал. И мы переходим к самому интересному, к выступлению наших героев в том самом формате 20 на 20. Приглашаю под ваши бурные аплодисменты на эту сцену Юрия. Юрий Дейгин – серийный предприниматель, вице-президент Фонда поддержки научных исследований «Наука за продление жизни». Как нам сбросить иго-генов и перестать стареть? Юрий, по традиции, во-первых, здравствуйте. Добрый вечер. По традиции мы иногда даем, точнее, иногда, всегда, всегда даем возможность чуть-чуть рассказать о себе, если это необходимо, перед тем, как я запущу презентацию, либо, если у вас уже туда все включено, я могу ее сразу запустить. Нет, ну, презентация не включена обо мне. Я действительно серийный предприниматель, я занимаюсь фармацевтическими разработками, выводом на рынок новых лекарств, также я вице-президент Фонда наука за продление жизни, активно занимаюсь популяризацией продления жизни и также исследованиями. Наш второй проект называется «Етериум дженетикс», и мы занимаемся разработкой генной терапии старения, то есть как раз пытаемся сбросить иго-генов. По опыту знаю, что спикеру удобнее оказаться где-то здесь, для трансляции, для камеры. Я не хочу такой вот арт-объект. А, ну хорошо, тогда давайте я вам уступлю свое место. Если вы готовы, запускаем презентацию, и дальше она сама будет переключаться каждой секунду. Ну давайте попробуем. Погнали? Погнали. Добрый вечер. Для начала о неприятном, о смерти. Многие люди в молодости, когда их спрашивают о том, как они представляют свою смерть, говорят о каких-то несчастных случаях, о биокатастрофах. Однако в развитых странах 90% смертей выглядят примерно так – медленно и мучительно. И обусловлены они старением. Кстати, а вы хотите умирать? Ну да, наверное, глупый вопрос, правда? Однако, если я спрошу вас, хотите ли вы жить вечно, многие из вас скажут, что нет. По опросам общественного мнения так заявляет большинство. Однако в тех же опросах большинство людей говорит, что больше всего в жизни они боятся смерти своих близких. Давайте подумаем, чем обусловлен такой парадокс. С одной стороны, для своих близких мы не желаем смерти. Да и сами, наверное, в ближайшей перспективе не хотим умирать. Однако, когда речь заходит о бессмертии, мы почему-то не хотим или говорим, что не хотим жить вечно. При этом никто же не предлагает нам какое-то принудительное бессмертие, как в загробной жизни многих религий. Нет. И никто не говорит о продлении старости. Речь идет о добровольной биологической возможности жить неограниченно долго, пока нам самим этого хочется. Однако даже такая перспектива, когда люди слышат о ней впервые, вызывает отторжение. При этом все возражения, которые люди впервые говорят, обычно очень похожи. Прямо как в анекдоте про частых попутчиков, которые все свои шутки уже знают по номерам. Перенаселение, будет скучно жить, смерть придает жизни смысл и все так далее. Я не буду подробно говорить о возражениях, лишь скажу, что все они являются некой психологической защитной реакцией, призванной защитить наш стокгольмский синдром перед лицом старения и смерти. Просто мы уже с самого детства настолько свыклись с нашей смертностью, что переосмысливать наше отношение к ней очень психологически сложно или даже больно. Но для победы над старением это необходимо. Потому что первый этап в решении любой проблемы – это признать ее наличие. Соответственно, нам надо признать старение и смерть проблемой. А дальше нам нужно проверить в том, что с ней можно что-то сделать. И тут все гораздо проще, потому что у нас перед глазами есть примеры животных, которые живут гораздо дольше, чем мы. Киты, акулы, черепахи – все они живут сотни лет. И черепаха на фото прожила более 200 лет. Что мешает нам делать то же самое? Ответ может вас удивить, но мешают нам гены. При этом я считаю, что мешают они прям активно. Активно сводят нас в могилу, точно так же, как они это делают с бабочкой-однодневкой или с лососем, которых они убивают сразу после размножения. Просто у нас этот период гораздо более долгий и, можно сказать, мучительный. Однако даже если это не так, если они нас не убивают активно, нет никаких сомнений, что именно гены определяют срок жизни каждого вида. Этот срок может очень сильно различаться даже у близких видов. В рамках одного рода, например, как у окуневых рыб, он может сильно различаться. И именно гены отводят мышке 2 года, летучим мышам 20 лет, а китам по 200. Соответственно, чтобы нам перестать стареть, нам нужно сбросить иго генов. И все инструменты у нас для этого наконец-то есть. Ученые уже на эмбриональном уровне очень хорошо могут модифицировать организмы. И именно таким образом они в 10 раз смогли продлить жизнь червям или многократно увеличить мышечную массу собакам на фото. Соответственно, следующий этап – это научиться это делать во взрослом организме. И это тоже уже не фантастика, а реальность. Потому что ученые научились укращать вирусы, чтобы те безопасно доставляли нужные нам гены в организм. Клинические исследования различных генных терапий идут десятками. И несколькие терапии уже находятся на рынке, одобрены для людей. Соответственно, следующий этап – понять, какие именно гены нужно доставлять или модифицировать для того, чтобы значительно продлить жизнь. И на этом поприще тоже есть положительные результаты. Например, результаты семьи Ямонаки, японского нобелевского лауреата, который нашел 4 гена, с помощью которых любую клетку можно обратить обратно в стволовое состояние, попутно заметно ее омолаживая. Или исследования группы Бельмонты из США, которые с помощью тех же самых факторов Ямонаки показали, что если использовать их аккуратно, можно вернуть в более молодое состояние генетические настройки организма или эпигенетику. И тоже значительно продлить жизнь. Как я уже сказал, мы как раз и занимаемся эпигенетическими омоложениями. Это все, конечно, хорошо, но все равно есть проблемы, потому что научные риски таких проектов очень высоки. Но исследователей старения очень мало. Поэтому, чтобы максимизировать шансы человечества создать терапию от старения как можно быстрее, таких исследователей должно быть в сотни раз больше. Хотя бы сравнимо с количеством людей, которые работают над раком или альцгеймером. Ведь рак и альцгеймер – это следствие старения, однако на борьбу с ними тратится в разы больше денег, чем на борьбу с их первопричиной. Почему все тот же стогольмский синдром нашего общества перед лицом старения? Общество не считает, что старение – какая-то срочная проблема, соответственно, нет общественного запроса на скорейшее ее решение, в отличие от рака или альцгеймера, где такие общественные запросы есть. Соответственно, следующий этап – донести до общества какие-то простые вещи. Во-первых, не надо стесняться желания не умирать. В желании жить и оставаться здоровьем как можно дольше нет ничего постыдного. Во-вторых, это возможно. Продлить жизнь – возможно. Наука уже сделала первые шаги в этом направлении, и новые средства продления жизни уже появятся в ближайшие 10-15 лет. Кстати, каждый дополнительный год жизни – это и дополнительный год научно-технического прогресса, за который может быть разработано еще более прорывное средство. Это longevity escape velocity, как ее называют Обреди Грей. То есть если мы продлеваем жизнь на 10 лет, за эти добавленные 10 лет мы, скорее всего, научимся продлевать ее еще на 20, потом еще на 30 и так далее. Ну, надеюсь, я кого-то из вас убедил, что за эту жизнь стоит побороться. Если вы хотите в этой борьбе как-то помочь, вот что вы можете сделать. Я упоминал общественный запрос, который нужно создать, чтобы заставить общество тратить гораздо больше денег на борьбу со старением. Вот почему я считаю, что это может сработать. Потому что есть исторические примеры. Когда вирус ПИДа только появился в 80-х годах, он у людей защитил... Бурный активизм ВИЧ-инфицированных создал необходимый общественный запрос, который заставил государство тратить миллиарды долларов на исследование механизмов этого вируса. И уже к середине 90-х была разработана терапия, которая в десятки раз продлила срок жизни больных этим вирусом. Поэтому как раз с общественным запросом вы все и можете помочь. Просто начните рассказывать людям, что радикально продлить жизнь возможно, и что в этом нет ничего плохого. И, глядишь, лет через сто мы с вами будем носить гордое звание Edging Survivor и рассказывать своим правдникам, как мы помогли победить это смертельное заболевание. Спасибо. Юрий, признайтесь честно, репетировали прям долго и упорно. Да, я же понимаю, что это выглядит, наверное, очень... Как идеальный тайминг. Просто так бывает редко. Я предлагаю Юрию еще раз поаплодировать. Спасибо. Я надеюсь, это не выглядело слишком отрепетированным, но по-другому сложно уложиться. Да, получилось очень круто. Я прям позавидовал. Потому что я когда сам выступал на печь кучи, мне было как-то сложнее вписываться в этот тайминг. У вас получилось очень хорошо. Друзья, я сейчас запущу таймер с обратным отчетом. Будет 6.40 на вопросы и ответы. Поднимайте руки, у кого уже есть вопросы. Я буду один носиться сегодня по залу с микрофоном, но надеюсь, что все получится. Да, появился таймер. Бегу. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы популяризируете борьбу со старением. А в этом случае как вы относитесь к проблеме перенаселения возможного? Это было один из первых возражений. Проблем перенаселения нет и не будет. Потому что у нас сейчас на планете больше людей, чем когда-либо. Но все они живут лучше, чем когда-либо. Поэтому наша планета вынесет еще и больше людей. Потому что скорость научно-технического прогресса гораздо выше, чем скорость прироста населения. Следующий вопрос. Здравствуйте. Когда вы говорите о продлении жизни и обо всех этих исследованиях, которые в этой связи ведутся, то есть ли разделение между сроком жизни и репродуктивным периодом? Потому что вы знаете, о чем я говорю. За последнее время срок жизни увеличился, репродуктивный период нет. Да, я вначале пытался об этом упомянуть, что никто не говорит о продлении старости. Нет, конечно. Мы хотим продлить максимально здоровый период жизни. Если хотите, максимально продлить молодость. То есть мы говорим о вечной молодости, а не о вечной старости. Добрый вечер. Больше половины населения, даже рискну сказать, что больше 90% населения живет несчастно. Так какой смысл вообще нам продлять жизнь? Поменяет ли это как-то? Ну, я же сказал, это дело добровольное. Те, кто не хочет, совершенно не обязаны, если это будет разработано, это применять. И в любой момент, если вам наскучит, и вы захотите перестать не стареть, просто перестайте применять эту терапию. Но я посмотрю, когда вам будет 50 лет, как вы будете реагировать на то, если будет разработано такое средство. Добрый день. Тем не менее, в современном мире есть такие вопросы, которые невозможно решать отдельно от других. Мы походе коснулись проблемы перенаселения, но есть же еще экологические проблемы. Соответственно, мы не можем выделить одну проблему и не решать другую. Вы говорите, нет, это не так. Но я вам отвечаю, нет, это не так. Перенаселение есть. Ни одна проблема не стоит продолжать умирать. Все эти проблемы мы решили. Ни одна проблема не стоит, потому что вы сказали, нет. Я вот сегодня готов умирить, чтобы экология была... Я правильно говорила, мы не решаем их. Мы решаем, мы выделяем одну проблему и решаем их с тем, как мы все. Это самая важная проблема, потому что мы умираем. Нет ничего хуже в этой жизни, кроме, чем смерть нас или наших. Будем живы, мы их решим. Дальше будет такая проблема, репродуктивная, действительно. То есть увеличивая продолжительность жизни, это не может не коснуться репродуктивной функции. То есть мы можем бесконечно увеличивать количество населения на планете. Просто потому, что одним так хочется, и они не думают о другим, которые встанут там все теснее. Часто люди после того, как они уже двух детей сделали, они как-то больше не хотят. Честно говоря, никакой проблемы не будет. И на самом деле идет тренд снижения популяции, снижения репродукции, депопуляции властных странах. И чем выше уровень жизни, тем ниже рождаемость. Поэтому никакой проблемы перенаселения не будет. И с экологией не будет. И одна проблема не стоит того, чтобы мы подадали угар. Не согласен с вами, тем не менее. Спасибо. Добрый день. Насколько мне известно, рекорд продления жизни мышам за циклическим голоданием? И побил ли этот рекорд эпидеметическая терапия? На самом деле, рекорд продления жизни мышей – это генетические манипуляции плюс ограничение калорий. Да, около 70% получается. Нет, пока это эпигенетическим омоложением не побито, потому что исследования эпигенетического омоложения были сделаны только на одной линии мышей, и она была быстро стареющей. И им продлили жизнь максимум 50%. Но это пока что первый эксперимент, и мы как раз тем и занимаемся, что пытаемся оптимизировать и сами гены, и режим дозировать. Как работает конфликт смертной, воспитанной тысячей поколения души в бессмертном теле? Вы думали про это? Да, мы вопросы религии никак не затрагиваем, мы говорим только о науке, и все остальные вещи нам параллельно. Мы говорим о медицине, и никто не говорит, что давайте мы не будем применять медицину, потому что у нас несмертная душа. Точно так же никто не будет говорить, я не хочу продлевать жизнь, потому что, ну и если не хочешь продлевать жизнь, мы никого не оставляем. Здравствуйте, Юрий, меня зовут Анатан. Вопрос политического характера. Вот сейчас идет продление пенсионного возраста, и как ваш спич связан с этим? Ну, в принципе, никак. Потому что политика и экономика – это как бы в одном конце спектра, а медицина и исследования в другом. Но, конечно же, если мы разработаем такую терапию, или не мы, в моем виду ученые, то это поможет людям оставаться здоровыми, трудоспособными намного дольше. Наверное, сама концепция пенсии тогда будет неравнена. Потому что если тебе всегда 25, ты можешь работать столько, сколько хочешь. Но если человек хочет стареть и уйти на пенсию, никто ему не мешает. Пожалуйста. Если у вас биологический возраст будет 25, а вам 65, вам скажут, ну, хорошо. Если вы не думаете о религии, то это не значит, что религия не думает о вас. Снятие страха без смерти, снятие страха без смерти, честничать внимание, оно ломает, как бы, религии на вечную жизнь. Все, если начнется война, всех против всех, снимется все социальные табу. Что делать? Ну, наверное, надо избавляться от этого вируса религии, который нас, просто наш мозг закрывает, говорит, что нет, только моя сказка правильная, а вот те остальные сказки неправильные. Поэтому надо смотреть на вещи трезво. Никакой загробной жизни не существует, есть только вот это. И просто надо именно ее импытаться сохранять. Здравствуйте. Да, у меня тоже была шутка про пенсионный возраст. Видимо, ни одного меня это тоже волнует. Вопрос заключается в следующем. Вы, как человек, занимающийся исследованиями, люди, которые занимаются каким-то делом, они обычно либо практикуют, либо что-то применяют. Вы уже что-нибудь на себе пробовали? Какой-нибудь пластырь? Конечно, нет. Ну, у меня не данный долгий опыт. Самый экспериментатор, стоя различного биохакинга, это слово уже настолько всем приелось. Я много еще пробовал, но пока каких-то вот прям средств, которые могут продлить радикально, пока еще не сходят. Ну, а так, совершенно базовые вещи, не переедать, заниматься физкультурой, торопаться в жизни, не курить. Очень важно не курить, потому что курение в среднем сокращает жизнь до 10 лет. Ну, и все, что как бы вы знаете о том, что не стоит делать, не стоит делать. 5 секунд. Добрый вечер. Будет ли стимул жить у людей? 0 секунд. Ну, если перестанет хотеться жить, никто не запрещает перестать применять терапию. Даже сейчас никто не торопится особо что-то делать. Представьте, если бесконечно. Хорошо. Скажите, это ли у вас в космосе и больным раком? Спасибо. Аплодисменты. Я даже не знаю, как сейчас вам предстоит выбрать лучший вопрос, но тем не менее, какой вопрос вам запомнился больше всего? Автор этого вопроса в конце предприятия сможет подойти сюда на сцену и получить книжку «Отманывание федер». Ну, наверное, стоит отметить вопрос про продвение жизни мышей. Потому что человек явно в теме, он знает, что уже ограничение калорий и, наверное, проплевало жизнь. Человеку, который этим занимается, просто греет душу, что хоть кто-то разбирается в этой теме. А не говорит про перенаселение в 100-500 раз. Слушайте, вопросов, конечно, было огромное количество. Спасибо большое. Юр, вам достается подарок от Invitro и книжка от «Ман Иванов и Фербер», как обещали. И еще раз аплодисменты из зала. Мне кажется, такого интереса на старт. Каждый и любой спикер. Спасибо огромное. Мы продолжаем. Ну что, теперь кажется чуть более понятно, как работает формат «Печа-куча». Слайды, правда, переключаются автоматически. И спикеры удивительным образом должны успевать укладываться в этот тайминг. Я приглашаю на эту сцену второго героя, точнее героиню сегодняшнего вечера. Лен Деревянко, арт-директор, независимый издатель. Лена тоже много знает про дедлайны и расскажет, как из читателя стать издателем. Держи микрофон, поднимайся на сцену под ваши бурные аплодисменты. Привет. Ну, как обычно, можно чуть-чуть рассказать о себе, если это не за... Сразу включаем. Да. Смелая. Поехали. Я буду смотреть туда. Привет, ребята. Меня зовут Лена. Мне бы очень хотелось сказать, что я издатель, но пока, по моим ощущениям, я нахожусь где-то здесь, на пути к тому, чтобы стать издателем. И сегодня хочу как раз вам про это рассказать, как я оказалась на этом пути. Но начать надо с того, что я дизайнер и всю жизнь работала арт-директором. А в 2015 году у меня родилась дочка Майя, и это событие достаточно сильно изменило мою жизнь. Я ушла с работы арт-директором в большом офисе в декрет и стала думать о том, кем я стану, когда вырасту, и чем я хочу заниматься, и куда мне двигаться дальше. И как раз в этот переломный момент мне повезло, и мне попалась книга Барбары Шер «Мечтать не вредно», которая супер меня вдохновила, и которая как раз про это, про то, как найти свое дело. И одним из советов, которые давала Барбара, это посмотреть на то, что вы любите делать. И вообще, что вы любите. А я любила книги. И поскольку я дизайнер, я любила красивые книги. И я даже часто покупала книги не из-за содержания, а из-за того, как они выглядят. И вот, например, эту книгу Рэма Колхаса я даже не открыла ни разу, она у меня так и простояла несколько лет на полке. Но в тот момент я столкнулась с тем, что вокруг меня очень много некрасивых книг для родителей. Они еще тогда, три года назад, издавались часто, знаете, на такой туалетной бумаге, которую даже неприятно брать в руки. И я подумала, вот, это моя мечта, это мое дело, сейчас я стану издателем и буду издавать красивые книги. Я написала план на пять лет. И, как вы видите, в 2018 году у меня должно было быть издательство, книжный магазин, кафе и так далее. И ничего этого нету, потому что я написала этот план и ничего не делала. Два года я просто мечтала. Все там были, да, я тоже там была. Я написала очень подробный список тех действий, которые мне нужны для того, чтобы стать издателем. И он меня пугал просто до усрачки, ребята, честное слово. И я ничего не делала, смотрела на этот список и боялась, да. Тут перечислено все, чего у меня не было. И я рассуждала так, не, ну, конечно, у меня нет денег, у меня нет времени, и вообще-то у меня опыта нету, что я могу вообще сделать. И в этот момент я вспомнила, что есть книга, которую мне советовали все мои друзья, которую советовали арт-директора студии Лебедева, арт-директора бюро Горбунова. Книга «Сделай это завтра» Марка Форстера. И я решила, окей, я не буду издателем, я просто издам одну книгу и посмотрим, как пойдет. Это было ключевое решение. Я написала письмо правообладателям, и в нем сказала, что, ой, вы знаете, я такое независимое издательство со своей командой дизайнеров и переводчиков. В тот момент моя команда дизайнеров и переводчиков выглядела вот так примерно, как вы понимаете. Я была одна. Но правообладателя это не испугало, и они очень неожиданно для меня сказали, мы так рады, что вы заинтересовались этой книгой. Да, мы хотим с вами работать. И вот этот первый шаг, который я сделала, он все перевернул. Я завела ИП, заплатила налоги, начала что-то делать. Мы очень быстро договорились о том, как мы подписываем договор, а потом меня ждала неудача, потому что они, правообладатели, просто перестали мне отвечать на письма. Притом мои письма выглядели так. Так, заберите мои деньги. Я хочу вам заплатить за права. Пожалуйста, заберите мои деньги. Они мне не отвечали несколько месяцев. Но поскольку первая удача у меня уже была, мне было легче. И я писала каждый день, я нашла литературного агента, и в начале этого года мы подписали, наконец, этот договор. Спасибо. С этого момента стало гораздо проще. И в этот момент я смогла вернуться к тому списку шагов, которые надо сделать, чтобы издать книгу. И я уже не боялась этого списка. Он примерно такой же остался, в смысле по объему. Но мне было уже не страшно, потому что первый шаг я уже сделала. У меня появились партнеры, студия Kind Beetle, мои друзья, которые помогли мне этот большой список разбить на еще больший список, который был привязан еще ко времени. Очень четко мы с ними каждую неделю созванивались. Ты сделала это, ты сделала это, а вы, а вы. И, как вы видите, у меня появилась команда. Когда я была одна, у меня ее не было, да, теперь у меня появилась команда очень классных дизайнеров, переводчиков, ребят, которые почему-то решили мне с этой книгой помогать. Естественно, не бесплатно. И, кстати, про деньги еще хотела сказать такую вещь, что про деньги тоже была похожая ситуация. В самом начале, когда я представляла себе, сколько нужно потратить, чтобы издать одну книгу, меня очень сильно это пугало. Сейчас эта сумма увеличилась в четыре раза, но она меня не пугает, потому что я уже заплатила часть гонораров, часть налогов, и я уже понимаю, окей, ладно, я уже заплатила деньги, мне уже некуда деваться, мне уже некуда отступать. И вот спустя три с половиной года мы открыли предзаказ этой книги «Сделай это завтра». Она переведена, отредактирована, откорректирована, мы сделали обложку, мы даже сделали фирменный стиль нашей гордой издательской студии. И оказалось, что сделать книгу гораздо проще, чем ее продать. Но если вы все купите, то будет классно. И теперь я столкнулась со следующим испытанием, с тем, чтобы продать весь тираж, который я должна продать по условиям договора. Но вот опять же, поскольку я уже в это дело ввязалась, я уже те первые шаги прошла, мне не страшно, я понимаю, что не надо думать о всем том объеме задач, которые ждут впереди, не надо ждать идеального какого-то момента, надо просто думать о первом, втором, максимум третьем шаге, который надо сделать, и все, не ждите дедлайн, сделайте это завтра. Спасибо. Спасибо большое. Друзья, я запускаю таймер, и есть 6 минут 40 секунд на вопросы и ответы. Поднимайте руки. Не так вас волнует тема, да, с книжками? Как с пенсионной реформой. Как с пенсионной реформой. Но вот какая-то рука появилась, бегу туда. А пока вопрос от меня. Лен, если вот давать рекомендации, собравшимся людям, которые прямо сейчас здесь в зале в Телеграфе, что должно нас побудить купить эту книжку? Вот короткое одно предложение. Вот смотрите. Помимо того, что ты очень смелая и сделала это. Да, объясню. Ее советовали мои друзья, и для меня это самая большая рекомендация была. Поэтому если вы доверяете тем людям, у нас, например, на сайте перечислены все люди, которые ее советуют. Если вы доверяете этим людям, то это хороший повод купить книгу. Если вы доверяете мне, это хороший повод купить книгу. Я, наверное, должна не все лекции прослушать, а то я буду все время задавать вопросы. Скажите, пожалуйста, а вот эти все три с половиной года вы где зарабатываете на вот это хобби? Да, это хороший вопрос. Я как-то встречалась с одним большим издателем, и он так снисходительно мне сказал, «Ну, у тебя муж хорошо зарабатывает?» Я говорю, ну, нормально. Он такой, окей, а 5 миллионов рублей у тебя есть лишнее? Я говорю, нет. По прикидкам, да, это достаточно большая сумма, но я ее плачу постепенно, и я работаю, я вышла как раз для того, чтобы издать эту книгу и запустить это дело. Я вышла обратно в офис, из которого я ушла в декрет, и работаю там. Это суперклассная работа, но она как раз, да, позволяет мне вот это все делать. Плюс мы запустили предзаказ, и достаточно много людей уже купило эту книгу, и эти деньги, конечно, тоже пойдут там, например, на печать тиража. Так, вижу руки. Лен, классно все впечатляет. Следующая книжка какая будет? Да, спасибо. Про это тоже хотела сказать. В общем, я когда начинала, я думала, что я издам одну книгу, и там посмотрю, если удачно получится, то продолжу, если неудачно, то, ну, и значит, не получилось. А сейчас в процессе я понимаю, что нет, даже если неудачно получится, даже если я ее не продам, даже если я разорю семью и так далее, я все равно буду делать вторую книгу. И мне очень хочется издать что-то про аутизм. Как-то так получилось, что у многих моих друзей есть дети с аутизмом, и очень мало классных, и особенно хорошо изданных книг на эту тему. И вот следующая книга, тьфу-титьфу, будет про аутизм. Простой вопрос достаточно, но в начале выступления вы сказали, что вас побудило издавать книги, то, что некрасивый был дизайн обложек некоторых. Дизайн обложки в данной книге вы делали? С подвохом такой вопрос. Во-первых, не только… Меня даже больше не дизайн обложек расстраивал, сколько качества самой книги целиком, бумага, как это напечатано и так далее. И нет, дизайн обложки – дело не я, а дизайнер обложек. Замечательный и любимый. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вы столько хорошего всего рассказали про свою книгу, а вопрос такой, у вас было много сложностей. Скажите, что вас больше всего вдохновляет? Ну вот как раз то, что первый успех, вот это первое письмо, на которое правообладатели ответили, сказали, да, давай делать. После него уже было как-то поздно отступать, потому что… И это был на самом деле очень простой шаг. И моя мысль как раз в том, что вот этот первый шаг, его надо быстрее сделать, окунуться в это, а там разберемся. И вот как раз вот этот подход, там разберемся, давай сейчас решать проблемы по мере поступления. Кажется, что он, да, мне помог. Лена, добрый вечер. Привет. Привет. У меня такой вопрос двойной. Во-первых, какие проблемы возникли сейчас на этапе продажи книги, то есть почему это сложно и как вы с этим боретесь? И второе, насколько вопрос визуальной составляющей книги превалирует или не превалирует над содержанием? То есть вот ты говоришь, что выбрала эту книгу для публикации именно потому, что она была очень крутая, друзья советовали. Содержание пушка. Вот. И насколько вот в выборе… Ну, ты уже упомянула про то, что в выборе дальнейшей книги для публикации играет роль именно содержание, тема аутизма. Да. Насколько для тебя все-таки действительно важнее внешнее или внутреннее содержание книги? Важнее, конечно, содержание. В любом случае. Как плохую книгу не оформят, она все равно останется плохая. Но мне было жалко именно то, что очень многие хорошие книги, есть классические книги, там, например, опять же, по воспитанию детей, которые очень плохо изданы, их просто не хочется ставить себе на полку. И именно вот это мне хотелось изменить. А что ты, Кирилл, спрашивал вначале, я забыла, прости. А, про продажи. А, ну я такой наивный человек. Я думала, ну что, у меня в Фейсбуке 2000 человек друзей, и в Инстаграме еще 1000, и я напишу, ну вот они 2000 тиража и купят. Вот такие проблемы. Здравствуйте. Все-таки, вот вначале вы сказали, что вы прочитали одну книжку и поняли, что хотите этим заниматься, но потом у вас просто был определенный успех. Вы написали, вам ответили, вас это подхлестнуло. А большинство людей, которые сталкиваются с этим, они в основном получают отказы все-таки. Вот если бы вы получили отказ, вы бы продолжили все равно этим заниматься, вы бы все равно искали книги и так далее? Я надеюсь, что да. И сейчас я могу на примере продвижения и продаж сказать, что когда я столкнулась вот с этой проблемой, что книгу достаточно сложно самому единолично продать, я составила список людей, которые могли бы, например, про эту книгу написать. Часть из них мои друзья, часть из них мои знакомые. «Что же вы думаете?» Я начала им писать, и практически все стали говорить «Нет». Ну, по разным причинам. Кто-то не читал книгу, не хочет говорить о том, что не читал. Кто-то хотел посмотреть, как она будет издана. Но отказов было очень много. И тем не менее, это меня не остановило, потому что был большой список, и я просто последовательно по ним ушла. «Окей, я отказала от этого человека, идем к следующему». Так что вот как-то так. Привет, Лена. Очень коротко, у нас уже ноль. Меня зовут Евгений. Само содержание книги тебе помогло? Оно мне помогает сейчас. Я, честно сказать, не перечитывала ее. Я ее прочитала первый раз 5 лет назад или там 6 лет назад, и я с тех пор не перечитывала. Я просто помнила, что она суперклассная, и все вот суперуспешные ребята мне ее советуют. И сейчас, когда мы ее перевели, я стала читать перевод, и я поняла, что те приемы из этой книги я использовала в течение всех этих 5 лет, даже не обращая на это внимания. Поэтому ответ – да, она мне очень помогает. Спасибо огромное. Лен, тебе сейчас нужно выбрать автора вопроса, который тебе понравился или запомнился, и он получит книжку, пока не твою. Ну, в смысле, не ту, которую ты издаешь. В следующий раз мою. Да, может быть, вполне обсудим. Что это будет за вопрос? Мне очень понравился вопрос про содержание и оформление, что важнее. Так. А кто его задавал, кстати? Поднимите руку про содержание и оформление. Ага, да, вспомнил молодой человек. Так, тебе достается подарок от Invitro, не жди дедлайн, и достается книжка от Ман Иванов и Фербер. Кстати говоря, вот та книга, которая Барбара Шер мечтает. Ман Иванов и Фербер. Ман Иванов и Фербер, да. Возвращай микрофон. Спасибо. И спасибо тебе огромное. Подборные аплодисменты. Да, кстати, друзья, я вижу, что рук сильно больше, чем времени, и мы не все вопросы успеваем задать вслух. Формат печь куча подразумевает, что после мероприятия можно остаться и пообщаться кулуарно со спикерами, позадавать вопросы или, может быть, поделиться какими-то своими размышлениями. Еще я хотел напомнить про наши хэштеги. И мы подумали с нашими друзьями и партнерами компании Invitro, что за самый интересный пост, который мы потом найдем по этим хэштегам, мы подарим фирменный худи с символикой акции NHD Deadline и книжки Манн Иванов Фербер. Поэтому запоминайте эти хэштеги, их тоже можно сфотографировать, как вы это делали, со ссылкой в начале. И потом выкладывайте, кто вам, может быть, понравился, или, может быть, вы как раз там напишите, что тоже могли бы выступить на печь кучи. Ну а мы едем дальше. Третий спикер появляется на этой сцене. Анна Сильницкая, психолог-консультант, основательница проекта Rewoman. Непростая и интересная будет тема. Остаться нельзя расстаться. Тоже про дедлайны и про нашу жизнь. Аня, если нужно коротко рассказать о себе, можно это сделать до того, как я включу презентацию, либо могу сразу запустить. Я хочу просто воспользоваться эфиром для того, чтобы сказать, что мне кажется, это идеальный момент, чтобы принести сюда свою уязвимость. Ко мне приходят клиенты для работы со страхом публичных выступлений в том числе. И, конечно, мне всегда есть, что им предложить и как с ними работать. И вот сейчас я по ту сторону. Это любопытно. Да, кстати. Идеальный формат, чтобы облажаться, мне кажется. 20 секунд, 20 слайдов. Столько не держится в моей оперативной памяти. Я буду подглядывать туда, вон туда. В общем, буду пусать губы. Сейчас, подождите. Предлагаю по аплодисментам и Аню поддержать. Сейчас нужно применить парочку практик. Короче говоря, вдохнуть. Поехали. И на выдохе, значит. Все вот это вот. Да, собственно, формула, которая в названии моей презентации «Остаться нельзя, расстаться», отсылает нас к тому моменту отношений, к тому моменту в жизни альянса, сообщества или пары, в котором возникли проблемы. И если вы сейчас в этой точке, то вы, наверное, уже миллион раз обо всем подумали. Ну, вот сейчас немножко посмотрим, проверим. Почему об этом говорю я? Потому что я преодолела множество дедлайнов. Мне кажется, это успех. У меня за плечами развод, 4 года в дейтинге, множество увольнений. И кроме того, как уже было сказано, я помогаю другим людям решать подобные задачи, поскольку я психолог-консультант. Кто должен отвечать на вопрос, который сейчас на слайде? Кто субъект принятия решений? В принципе, Конституция Российской Федерации никому не запрещает это делать. Правило простое. Если вы хотите чинить отношения, то отвечать нужно всем. Если вы хотите выйти, это можете быть вы, но вам нужно свериться с чек-листом. Я так думаю. Это беру на себя смелость думать, которое я сейчас вам предъявлю. Первый вопрос. В каких версиях вы выступаете обычно? Какие версии вас родились в этих отношениях и живут? Кем вы обычно себя ощущаете? Каким? Какой? Я, например, лучше всего ощущаю себя в версии себя, которую я бы описала, как, не знаю, любимая, человек, который заслуживает уважения, что-то в этом роде. Но очень часто приходит на сцену другая версия, когда той долго нет, приходит другая и, собственно, заявляет свои права. Как вам то, какие версии отношений появляются в вашем эфире? Как вам это, собственно? Сейчас я дождусь следующего слайда, потому что я забыла, что должна была сказать на этом. И немножко нервничаю. Следующая часть моего чек-листа это, собственно, тоже чек-лист, такая выпадающая ссылка. Я сделала, что могла или что мог. Где для вас эта точка? Я предлагаю вам задать ее заранее и подумать о том, что могло бы быть вашей опорой, когда вы уже будете в этом круге попыток и неудач, что могло бы вас поддерживать. Мой чек-лист выглядит так, проверить, что вы знаете, ради чего ваш партнер или партнеры, и вы сами участвуете в отношениях, подождать пока изменения, над которыми вы работаете, состоятся или совершатся. И, может быть, сходить к специалисту, может быть, удостовериться, что человек готов что-то менять или вы готовы что-то менять. Когда отношения в кризисе, очень часто мы… То, что помогает нам справляться, это надежда. Надежда – очень упрямая вещь. Она то, что помогает в радикальных примерах узникам концлагерей. Она очень мощная и упрямая штука. И, собственно, это делает ее эффект на отношения двояким. Давайте подумаем о том, какие основания у нас есть надеяться. Я помню, что очень продуктивный, хотя и сложный момент был в моей адаптации после неудачного брака, когда я поняла, что все время во время этих отношений я надеялась на изменения. и эти надежды не имели никаких оснований. Что может быть основаниями для наших надежд? Это мечты, ценности и факты. Я предлагаю вам отделить одно от другого, потому что надежды часто делают так, что все склеивается. Берегите ваши мечты и фокусируйтесь на фактах. Моидентичность. Многие альянсы, пары или сообщества имеют сильную мы-идентичность, и их участники определяют себя через принадлежность к альянсу. Они говорят о себе, как о ком-то, кто принадлежит альянсу, и действуют от лица альянса. И они делают это на мы-языке. Я хочу спросить у вас, насколько баллов по 10-бальной шкале у вас есть надежда, что вы и ваши партнеры сможете воссоздать или сконструировать заново вашу предпочитаемую мы-идентичность. Да, и, наверное, самый важный для меня вопрос, на котором я задаюсь и на который приглашаю ответить своих клиентов, это ради чего вы в этих отношениях? Если представить, что есть что-то очень важное, что пригласило вас туда и заставляет там оставаться, то что это? Как выглядит такой импровизированный список ваших ценностей, которые вы практикуете внутри отношений? Если взять, например, романтические какие-то партнерства, то часто люди практикуют там любовь, другие дружбу, третье может быть возможность родить детей или создать семью, быть в своей стае, другие регулярный секс, и тоже важно понять, что для них это означает. И, допустим, мы знаем теперь, что мы практикуем в наших отношениях. Давайте посмотрим, а делаете ли вы это за их рамками? Можете ли вы где-то еще практиковать то важное, на чем держится ваша жизнь, можно сказать? И подумав об этом, я бы перешла к вопросу, а в чем, собственно, эксклюзивность отношений с точки зрения тех ценностей, которые вы там практикуете? Чего станет меньше или исчезнет навсегда из вашей жизни, если они закончатся? Для чего это все? Конечно, если мы сами, как один отдельный участник отношений, создадим некоторые описания, оно может не совпасть с описаниями других партнеров, даже если мы в классном альянсе. Мне кажется, точка, в которой мы можем что-то обсуждать, это точка, в которой все описания сконструированы, и все их видят. Они предъявлены всем участникам. И здесь я хотела сказать, что отнестись как-то к тому, что происходит, на мой взгляд, можно, если выполняются эти требования, если вы сконструировали ваши картины отношений, все сконструировали их, и все предъявили их всем, и никто не боится их обсуждать, и никто не боится о них думать сами или с помощью специалиста. Обо всем этом, а также о тех отношениях, из которых нельзя выйти, то есть об отношениях с собой, мы много пишем в нашем блоге, а также проводим онлайн и оффлайн мероприятия. Присоединяйтесь. Аня, спасибо большое. Друзья, готовьте ваши вопросы. Я сейчас запущу таймер. Вы поднимаете руки. Да, уже вижу. Хорошо, если останется время, я свой вопрос задам, а пока бегу в зал. Здравствуйте, Анна. У меня такая маленькая история. У меня были длинные достаточно отношения, очень хорошие, но они закончились. И я вынес одну простую штуку. Чтобы не было никаких разочарований, я перестал строить надежды. И реально, как вот вы прокомментируете этот тезис? Я живу здесь и сейчас, без надежд. Ну, мне кажется, я бы с уважением отнеслась к вашему описанию, вашего опыта. Если вы описываете то, что происходит сейчас, как отказ от надежд, ну окей, я это уважаю. Но знаете, поскольку я очень центрирована на этой идее, я предъявляю это людям, с которыми работаю обычно, а тут я не знаю, что я делаю, я работаю или что я тут делаю, не очень понятно. Я все равно бы попыталась как-то предложить вам этот концепт и попыталась бы поисследовать, а что с ним происходит вообще в вашей жизни и применительно к отношениям тоже. Но это была длинная версия ответа. Первое, что я уважаю ваш выбор. Всем добрый вечер, меня зовут Женя. Вы говорили очень много о кризисных отношениях. Что вы думаете вообще по поводу того, как не попасть в кризис? То есть есть ли у вас идеи о том, как это все, скажем, на начальных стадиях купировать? То есть не относиться, может быть, так слишком негативно, что ли, на мой взгляд? Классный вопрос, мне кажется. Короткий ответ, как всегда. Мне кажется, кризисы – это прекрасно на самом деле. Мне не кажется, что нужно пытаться их избегать. И более того, мне кажется, это прям очень контрпродуктивная какая-то штука и практика. Как можно позаботиться о том, чтобы кризисы проходились или заканчивались с минимальными потерями и с максимальными приобретениями? Можно, не знаю, развиваться, заботиться об отношениях заранее, договариваться о том, что там будет происходить. Ну, то есть список очень длинный. И поскольку у меня сегодня мозг работает в формате создания чек-листов, я могла бы вам предъявить здесь пару-тройку. Но мне кажется, что это не очень удобно будет сейчас. Спасибо за вопрос. Мне кажется, он крутой очень. Добрый вечер. Меня зовут Настя. Хотела вас поблагодарить за столь замечательное выступление. Оно натолкнуло меня на некоторые мысли, размышления. И поэтому мой вопрос возник, прям можно сказать, здесь и сейчас. Хотела спросить у вас. Все мы знаем, что многие в отношениях так или иначе посвящают всего себя, так скажем, им и человеку. И хотела поинтересоваться вашим мнением. Как вы считаете, формула счастья, она заключается в том, чтобы мы жили ради людей или ради себя? Спасибо за вопрос. Только, извините, я уточню, что давайте не будем выбирать что-то вроде гармонии, а вот интересно посмотреть такую полюсность и критику именно вашу к этому тезису. Спасибо. Ну, моя критика простая. В смысле, мне не подходит, к сожалению, сама обстановка вопроса. Мне кажется, вы только что задали вопрос с максимальным включением туда субъективных категорий. Что такое счастье? Ну, в смысле, каждый из нас здесь даст свой ответ. И мне кажется, я бы уважала эти ответы и данные на языке их авторов. Вот такой мой ответ, наверное. А концепт счастья я вообще не очень люблю, если честно. Мне кажется, он вредный. Здравствуйте, меня зовут Лена. Вы говорите, как я поняла, об эксклюзивных отношениях, когда есть, наверное, гетеронормативных, может быть, и нет. То есть есть два партнера, и они выстраивают тщательно эту мы идентичность. И вопрос, наверное, в следующем. Приходят ли на терапию или на консультацию пары, которые разделяют полиаморные какие-нибудь отношения или неэксклюзивные? И как вы к этому относитесь в целом? И считаете ли это состоятельным? И нужна ли им подобная помощь? Хороший вопрос. Здесь много неясного в нем. То есть если бы у меня была возможность, я бы его проясняла до какой-то степени. Потому что сложно отвечать на конструкцию, которую ты не очень понимаешь. Но, наверное, из того, что я поняла, на то, что я поняла, я бы откликнулась так. Насколько мне известно, разные люди и разные пары, альянсы приходят на консультацию к психологу. К сожалению, я не могу, или к счастью, я не могу сказать за всех психологов. Но мне кажется, я могу помочь и таким людям тоже. Я могу помочь разным людям. Потому что я уважаю проявление индивидуальности и готова ее праздновать вместе с моими клиентами. Короткий ответ, наверное, такой. Что касается того, как выстраиваются отношения в таких как будто бы не типичных с точки зрения доминирующих дискурсов альянсах. Может быть, часть вопроса была про это, я так подозреваю, не могу прояснить сейчас. С этим мы тоже можем работать и исследовать их с уважением к человеку, его концепциям и его ценностям. Тут нет никакой проблемы. Я не вижу. Я говорила про все отношения. Несколько раз я сослалась на свой опыт. И, кстати, меньше, чем хотела. Почему-то примеры не хотели поддаваться. И все оттормозились просто на какой-то стадии. Добрый вечер, меня зовут Мила. У меня следующий вопрос. Я недавно прочла книгу «Красная таблетка доктора Курпатова». Вы что-нибудь о ней слышали? Ну, я знаю, что доктор Курпатов существует. Ну, в общем, мужик говорит следующее. Бога нет, оркестру не нужен дирижер, а людям в парах нужны только выгоды, взаимные выгоды. Что вы думаете на этот счет? Я не очень склонна доверять людям, которые знают, что нужно другим. Но в целом я стараюсь не практиковать такую штуку. Добрый день, меня зовут Дмитрий. Дмитрий, какой, по вашему мнению, самый быстрый способ понять, что отношения не работают и что нужно двигаться дальше? Я обожаю ваши вопросы. Я бы здесь проясняла в данном случае, что такое отношения работают, да? И почему вам нужен самый быстрый способ? Почему это важно? Почему скорость важна? Ну, то есть, мне кажется, это все очень-очень важные вопросы, да? И прям даже не хочется давать короткий ответ. Извините, пожалуйста. Надеюсь, мы поговорим об этом после. Спасибо огромное и за удивительные вопросы, и за удивительные ответы. Аня, нужно выбрать автора вопроса или реплики, который запомнился почему-то больше всего, и которому мы подарим книжку. Слушай, ну все были прекрасны. Что же делать? Аня, столько книжек у нас нет. У издательства Мануанов Фербер наверняка есть, но сегодня вот здесь ограниченное количество, надо выбрать одного. Я хочу, чтобы ее получила девушка, которая задала вопрос про полиаморные отношения. Не знаю почему, давайте сделаем так. Так, а какая-то была, кстати, девушка. Да, все, все. Вижу ее, да. Подходите после мероприятия к нам. Аня, еще раз аплодисменты, спасибо огромное. Ой, подождите, подождите, Аня, вам же тоже достается книжка от издательства Мануанов. Класс, я даже пыталась ее выиграть, мне кажется, недавно, но она никогда не везет. И Худи, вот здесь повезло, нужно приходить на печь кучу. Супер, спасибо большое. Спасибо огромное, еще раз аплодисменты. Так, ну что, еще раз напомнить, в сцене сейчас появляется Дима. Дмитрий Храпунов, ведущий менеджер по связям с общественностью Фанни Нитро. Любимый, просто большой-большой фанат Чекучи. На самом деле я ее фанат с 2013 года. И вот никогда не думал, что сначала я выступлю этой весной, а вот этой осенью мы уже сделали совместный проект. Обожаю вас, и поэтому я буду рассказывать все-таки про себя. Запускаю? Запускаем. Я вообще хотел назвать эту презентацию не только со второй окончанием. У меня она называлась «Пока рак на горе свистнет» или «Почему в России только один настоящий дедлайн?» Почему так? Потому что меня с самого детства волновали эти вопросы. Это безумное количество пословиц, которые говорят об одном и том же. «Пока рак на горе свистнет», «Когда гром грянет, тогда мужик перекрестится», или, моя любимая, «Когда жареный петух меня укусит или клюнет». И это мне казалось какой-то очень особенной русской чертой. Мы все время очень хорошо принялись считать, что во всем виновата татара-монгольская рига. Чтобы про Россию не говорили, всегда эта татара-монгольская рига виновата. Но почти 700 лет назад Иван III отказался платить дань татаро-монгольскому игру. Его нет уже почти 700 лет. Потом был Петр I, он поставил четкий дедлайн. Давайте-ка мы отрубим все бороды и прорубим окно в Европу. Мы его рубить начали больше 300 лет назад. Мы и так были европейской страной, достаточно почитать слово о полку и говорили. Что же дальше? Почему у нас не может быть дедлайнов? Наступило советское время. У меня в прошлый раз было очень много политических деятелей. Я решил не ставить, поставил просто нейтральную картинку. Но в советское время дедлайны выполнялись, начиная с пятилеток гораздо четко, до самого последнего момента, когда режим начал гнить. Пятилетку за три года, пятилетку за четыре года. И наступило наше время. И мы оказались в рыночной экономике. И мы опять вернулись к той картинке, которая уже была чуть раньше. Почему же мы даже в рыночной экономике, когда мы сами себе зарабатываем, оттягиваем этот момент? Я думал, что я дам ответ. Мне кажется, я вас обманул, я не знаю. Но я знаю, что в медицине происходит то же самое. Но опять-таки тогда были пятилетки. И когда нам надо было очень быстро добиваться какого-то определенного результата, была обязательная диспарензация. Я не выговорю это слово, даже не буду пытаться. Но она была. И все проходили эти обследования и лечились. А медицина 90-х выглядела примерно вот так. Там было все сразу. И народная медицина, и научная, и китайская. И 19-й сезон битвы экстрасенсов идет на минуточку. И это продолжается до сих пор. Что же делать, говорим мы? Потому что в конце концов в наши условия нужно как-то… Мы все-таки частная компания. Мы должны как-то зарабатывать деньги и создавать позитивный образ. У людей есть понимание, что машина, особенно если она новая, и если она на касках, нужно каждый год сдавать на ТО. У людей совершенно нет понимания, что наш организм внуждается ровно в том же ТО. Вот это все не работает. И надписи «Минздрав запрещает пить» тоже не работают. Мы это все знаем. Почему? Потому что рекламе больше 200 лет. Это нынешней, современной рекламе. 100 лет телевизионной рекламе. И если мы возьмем там древний Рим, это еще больше. Это все в маркетинге называется белый шум и отрицательный спрос. Когда вам говорят, вам нужно проверять свое здоровье, вы идете дальше, вы в курсе. Вас это совершенно не трогает так же, как эти пачки сигарет на предыдущем слайде. Нам было нужно что-то придумать. Мы выбрали отрасль, которая понимает, что такое дедлайн. Это отрасль медиа и отрасль коммуникаций. И у нас появилось вот это название акции, которое в прошлом году было в первый раз. Она была четко направлена на одну определенную отрасль. Не жди дедлайн. Мы хотели назвать звезды коммуникаций за здоровье нации. И мы услышали в нашем же названии тот же белый шум, о котором я говорил ранее. Это название сработало. И люди, получив эту скидку, пошли. Но правда, одна треть людей пришла в последний день. Они дождались дедлайна. И это говорит о нашей отрасли гораздо больше, чем результаты анализов. Меня это, кстати, не очень удивило. Я тоже пошел в последний день. Вот еще есть два дня, послезавтра можете сходить. До конца года еще есть варианты. Мой дедлайн личный. Меня коснулся, кстати, на прошлой печи кучи. Когда я выступал этой весной, мне было очень тяжело. Я думал, что я задохнусь, когда я думал, что я пробежал в марафон. И я пошел на акцию, посмотрел свое здоровье. Да к себе я вам скажу. А мне еще 30 лет, я хочу дождаться, когда изобретут лекарства от старости. И таких, как я, 85%, только у 15% людей, которые пришли к нам на профилактическую акцию, будучи здоровыми, оказались полностью здоровы. Только 15%. У большинства нет никаких сложных каких-то отклонений. Они могут их исправить очень быстро. Поэтому, если вы будете соблюдать дедлайн хотя бы для своего здоровья, вы тоже будете здоровы. И будьте здоровы, пожалуйста. Спасибо. Дим, мне кажется, ты опять как будто бы марафон пробежал. И эти бурные аплодисменты… Я всегда пытаюсь в эти 20 секунд вложить как можно больше контента. И это моя такая ошибка, но будем с ней бороться. Если вы еще к девочке позовете. Тем не менее, есть 6 минут и 40 секунд на вопросы из зала. Уже вишу ваши руки. Здравствуйте, спасибо. А что говорить в лаборатории инвитро завтра, чтобы не за 3-3-3, а за 3-3-3-3? Ничего не говорить, просто проходите, все уже в курсе. Сегодня часть людей была не в курсе, и за это очень сильно получили. Завтра будут курсы уже точно, точно все. Я поэтому и спрашиваю. Завтра уже все будет хорошо. Абсолютно точно. Добрый вечер еще раз. У меня такой вопрос. То есть вы говорили, грубо говоря, про крастинацию. Тихо, спасибо. Вот я тут. Вы говорили про крастинацию. То есть, что человек не может в силу каких-то психологических причин делать какие-то дела вовремя, откладывает дела на потом. Какова, на ваш взгляд, все-таки причина, по которой люди, большинство, в России в частности, не способны это делать? Спасибо. Вы знаете, я прочитал достаточно, если серьезно говорить, прочитал достаточно много разных исследований, социологических и психологических исследований. На самом деле, расстановка дедлайнов – это определенная психологическая игра, которая нам помогает что-то сделать. Вот то, что я вот в первой половине этого выступления показывал, эту цепочку, что российский человек дожидается дедлайна и начинает работать, вот, собственно, для этого в большинстве случаев дедлайны и ставятся. И эта ситуация не уникальная, потому что исследования я читал не российские. Поэтому ничего с этим не надо делать. Нужно принимать, если вы такой человек, нужно это принимать и стараться успевать, даже включаясь в последний момент, выполнять то, что вы должны сделать. Вот и все. Пока народ думает, вопрос от меня. Мне кажется, что у людей, примерно, кстати, к 30, у кого-то пораньше, у кого-то попозже, появляются некоторые лайфхаки по поводу самого себя. Ну, то есть кто-то прекрасно знает, что нацкий прокрастинатор в определенных, например, сферах своей жизни. Но как ты с этим научаешься жить? Вот есть ли у тебя личные лайфхаки? Как ты борешься с желанием дотянуть до последнего? Я загружаю себя как можно больше работой. И тогда у тебя ее столько, что тебе нечего откладывать. То есть это постоянный нон-стоп дедлайнов. Но ты сам прекрасно знаешь, что единственный спикер, который прислал презентацию только сегодня, был я. Но я ее прислал. Да, ты ее прислал, и, кстати, получилось, ну, ты успел. Следующий вопрос, да, и я вижу новые руки. Спасибо большое за выступление. Очень красивая нативная реклама, очень понравилась. Мы очень любим нативную рекламу, спасибо. Два вопроса. Первый, мы сейчас с другом зашли на сайт, потому что, ну, как бы очень интересно стало. И мы не совсем поняли, можете кратко буквально объяснить, какой спектр, короче говоря, болезней или там анализов, короче говоря, какие болезни я могу выявить у себя, и, если не можете про это сказать подробно, потому что, наверное, это много, какие анализы вообще там будут, очень кратенько. И последний момент из этого всего. Вот мне 21, что мне может грозить с моим сидячим образом жизни в офисе? Атеросклероз вам будет грозить, и астрахандроз, и другие прекрасные хозы, которые так оканчиваются. Как всем нам, в общем-то. Надо ходить побольше, и минимум 10 тысяч шагов. Ничего нового не скажу. Тем более, я же пиарщик, я не врач. По спектру анализов, смотрите, я вам, подойдите потом, я дам вам все ссылки, и прошлогодние результаты анализов по этой акции, которые рассказывают, как оценивается это состояние. Это я просто 40 минут буду рассказывать, минимум. Спасибо большое за выступление. Я представитель именно рекламной индустрии, и в прошлом году я участвовал в, соответственно, вашем проекте. Я пришел, сдал анализы, по-моему, оставил свою визитку, и я ожидал, что потом будут какие-то звонки, напоминания, подойдите, придите. И сейчас у меня возникает такой вопрос. Классно, это очень классный проект, но какие у вас коммерческие цели? То есть, или же это только сцены? Смотрите, я вам очень легко расскажу. Начинается маркетинговый форум. Визитки мы собирали, это была защита от дураков. Но если человек даже не находится в рекламной отрасли, но все-таки взял и напечатал целую визитку, ну давайте мы его поздравим, поблагодарим за это. В конце концов, в прошлом году он смог узнать про эту акцию, будучи только находясь в отрасли. Она нигде не рекламировалась, кроме как в профильных ресурсах. Коммерческая часть очень простая, это называется лавмарк. Когда люди приходят в медицинскую клинику, они в 99,9% случаев приходят, когда у них есть определенный негатив. Они идут туда больными. Человек, который идет больной сдавать анализы, при этом испытывает большое удовольствие, мне кажется, это человек с отклонениями. И поэтому большинство людей все-таки идут, как на некоторое очень неприятное дело, и все-таки они не очень рады туда ходить. Поэтому, когда мы проводим какие-то определенные профилактические акции, у нас их довольно много, это не единственное, то человек, будучи здоровым туда проходя, испытывает гораздо более позитивные ощущения. А потом, да, там 15% только здоровых. Но там 70% с очень маленькими отклонениями. Он чувствует себя выполнившим. Очень правильное дело. Он чувствует, что он вовремя о себе вспомнил. И исправить эти ситуации очень легко. Иногда достаточно просто хотя бы неделю не пить и не есть ночью гамбургера. Уже через месяц будут отдельные прекрасные результаты. И то, что мы этим напоминаем, это для нас как раз построение этого позитивного ощущения бренда. Дмитрий, здравствуйте. Спасибо большое за очень интересное и содержательное выступление. Это, на мой взгляд, была лучшая спонсорская интеграция, которую я в своей жизни видел. А вопрос у меня следующий. Вот за 30 секунд успею ложиться. Обычно же как? Когда человек что-то делает или не делает, за этим стоит определенная ценность. Например, мне не нравится моя работа, но там привычно, недалеко от дома, и Леночка в бухгалтерии красивая, поэтому я продолжаю там работать. Соответственно, если человек делает чекап или не делает чекап, если он делает и идет сдавать анализы, то за этим стоит какая-то ценность. Если он не следит за здоровьем и не делает чекапа, то за этим тоже стоит какая-то ценность. Вот как думаете, почему для некоторых людей может быть важно не следить за здоровьем и ждать дедлайн? Для некоторых людей может быть очень важным не следить за здоровьем, потому что они относятся к виду ипохондриков. И когда человек начинает очень сильно внимательно следить за своим здоровьем, сдавать анализы каждый день и смотреть, как у него отклоняется. Но это, знаете, бывает у людей, которые пережили преддиабетическое состояние, и потом у меня бабушка такая, каждый день колет себе палец и смотрит, что там с сахаром случилось. Вот это делать совершенно необязательно. Нужно, вот здесь я не помню, кто передо мной говорил, нужно счастливо жить и любить эту жизнь. И вот если вы любите эту жизнь, вы будете здоровы гораздо дольше. Наш основатель говорит очень хорошую фразу, видимо, на ней я и закончу. Человек умирает тогда, когда ему больше незачем и не хочется жить. Устроено и пештейли тоже не забывайте, чтобы, может быть, вам тоже досталась книжка и худи от инвитро. Ну а мы продолжаем, у нас еще две истории и два героя. Стас пока поднимается на сцену, а я его представляю. Стас Гайворонский, создатель книжного магазина Ходосевич. А поднимите руку, кто бы... Это страница из Николоры Палмы, главной героини Твин Пикса. Она много чего успевала и, наверное, планировала, но ее убили первой. Поэтому я и не хочу ничего планировать. И вообще мне это немножко страшно. Вот. И я думал, что надо по 40 секунд готовить тексты. Вот. Пришлось их сокращать. Это мужики лезут на книжный магазин. А тут я хотел сказать, что есть люди, которые все делают в последний момент, а есть люди, которые все делают в первый момент. И я, конечно, все делаю в последний момент. Но зато все получается на храпом, на амбразуру, с полной отдачей и быстро. Ну или не получается. Вот. Дети делятся на две категории. Это дети пятницы и дети воскресенья. Дети пятницы приходят из школы и делают все уроки. А потом классно отдыхают. Дети в воскресенье приходят из школы, классно отдыхают. А потом в воскресенье вечером проливают слезы на прописи. А потом они вырастают и начинают все делать в последний момент. И это нормально. Не надо этого бояться. Наоборот, у вас может получиться максимальная концентрация внимания. Я когда-то работал на заводе. И там я плавил алюминий. И все рабочие заводы, они делали что-то только потому, что боялись, что над ними надругается начальство. И что-то они делали тоже по той же причине, что над ними надругается начальство. Ну, конечно, они говорили это. Совершенно матерными словами. Это Майкл Дудиков, герой 80-х годов из боевиков категории «Б». Вот его самуральским мечом мы порежем все наши списки дел. И просто будем отдыхать и не напрягаться. Можно даже помолчать пару секунд. Устройте себе рабочий выходной. Просто ходите по дому в пижаме. Плывите по дому, как их тяндер. Фотосуете, как Жан-Клод Ван Дамм в этом прекрасном фильме. И делайте только то, что вы вспомните, что надо сделать, и то, что вам приятно. Опять надо немного помолчать? Да, я специально просто молчу, чтобы перевести дыхание и показать, как я на самом деле все быстро и ловко делаю. Значит, ну тут я забыл, что я хотел сказать. Я хотел сказать про то, что один мой друг говорит, я не хочу писать книгу, боюсь, у меня получится, как у Набокова. Я вам говорю, как у Набокова у тебя не получится, не волнуйся. У каждого получится по-своему. У каждого человека свой синтаксис. И у вас получится фигово, но так фигово получится только у вас. Это мистер Зорг из фильма «Пятый элемент». Он был контрол-фриком. Это совершенно не страшно. Просто кто лучше что-то делает, чем вы? Вот он говорил, что хочет что-то сделать хорошо, делай это сам. Правда, в конце он взорвался, если вы помните, от своей же заложенной бомбы. Вот. Тут я хотел сказать, что не только что я очень счастлив, потому что, конечно, если бы я писал бы списки, то был бы несчастлив. Я хочу сказать, что я не пишу списков, я выбрал только как в сказке. Три каких-то дела. Первое дело, это самое важное, от которого ты там сдохнешь, или тебя квартирная хозяйка выгонит на улицу, то есть заплатить аренду. Второе дело, это какое-то тоже важное, но его надо поручить какому-нибудь там своему помощнику. А третье дело, нужно оставить на завтра, вдруг оно рассосется как-нибудь и само куда-нибудь денется. Вот. Это просто символ меня и моего книжного, потому что книга – это не рыба. Рыба протухнет, будешь летнее, а книги можно продавать лет 10, одни и те же. Это Любищев, отец советского тайм-менеджмента. И он говорил, что я ненавижу срочные дела. Я подумал, вот это да. Я тоже ненавижу срочные дела и не хочу. Вот люди пишут, типа, сделайте это, заранее спасибо. Да фиг себе, а не заранее спасибо. Чего ты меня манипулируешь? Короче, пожалуйста, не ведитесь на это, заранее спасибо. Это капитан Пауэль «Салаты будущего». Он говорит, включи энергию. Надо включить энергию, когда нужно делать много какой-то мелкой фигни. Я это научился делать, когда работал на почте. Пенсионный фонд прислал 10 тысяч писем пенсионерам. И мне начальница говорила, давай, давай, раскладывай, раскладывай их по ячейкам, эти 10 тысяч писем. Потом звонил пенсионер в окошко, чтобы получить письмо, она кричала, на глаз себе нажми. Это иллюстрация глупого коллекционирования. Это про то, что я, если вы хорошо поработали, надо хорошо потупить. Но не только там в социальных сетях. Можно, например, заниматься классными вещами, но в классификаторе нет еще таких профессий. Потому что я больше всего люблю рисовать винные бутылки, которые я выпил, играть в игрушки моих детей, когда они спят. И просто валяться на кровати с макбуком. Вот, тут можно немножко помолчать, посмотреть на эту прекрасную картинку. Я вот примерно так рисую, но зато я делаю это от души. Вот, и всем вам советую делать то же самое. Вот, и знаете, что у всех все фигово. У всех там какие-то кожные проблемы, кассовые разрывы, не хватает денег выплатить аренду, что-то еще. Там сотрудники тупые. Просто никто об этом не говорит. Шпионьте за другими, за своими друзьями, и тогда вам будет легче жить. Вот. И также быстро соображайте. Вы же прекрасно видите, что это девочка с велосипедом. Ну, я это утверждаю не только потому, что это моя дочка, но это не пиксель-арт. То есть я специально хочу сказать, что и так все понятно, что тут есть. То есть надо быстро соображать, тогда у вас будет куча свободного времени, которое можно потратить на всякую фигню. Приятную. Вот. Метод Тома Сойера. Заставьте всех на вас работать, чтобы им это было приятно. Помните, Том Сойер заставил всех друзей красить забор, и ему еще за это всякие смешные штучки давали его друзья. То есть если вам нужно кто-то слить, слить человек так, чтобы он просто на крыльях радость от вас слетел, как будто ему дали путевку в жизнь. И люди не знают, что есть такая прекрасная работа, которую вы можете им поручить. Вот. Вот у меня через один. Я тут опять забыл, что я хотел сказать. Но, наверное, я хотел сказать, что нужно направлять луч концентрации на самое главное дело. Тогда вы чего-нибудь добьетесь. Потому что нельзя быть пять минут в день писателем, пять минут фотографом, пять минут дизайнером. Нужна вот эта классная картинка из болгарского фото-журнала. Нужно лучше своего гения, если он у вас есть, направлять на самое главное. И пока вы это не сделаете. А уже потом все остальное. Вот. Если вы можете хотя бы 20 минут в день или 10 минут в день заниматься самым главным, и не тратить ни на что другое, то тогда вы станете когда-нибудь гением. Вот. И главное, когда у вас все это получится, главное помогать всяким несчастным. И делать так, чтобы грустные люди веселились, и чтобы у бедных были деньги, и заниматься пожертвованиями. Вот. Работать на благо. Всяких несчастных людей. Спасибо. А можно я воспользуюсь ситуацией? Первый вопрос будет от меня. Стас, а ты не думал о карьере стендап-комика? Да, конечно. Я как раз могу сказать, что я поехал на Болотову дачу к своему другу Ване, чтобы готовиться к моему выступлению. И я помню, что там супер место для прокрастинирования. И вместо того, чтобы готовиться, мы смотрели, короче, концерты Петросяна. Наверное, как-то это подействовало. Я даже изучал Excel, лишь бы не готовиться к выступлению. Стас, я вас очень хорошо понимаю. И мне все это очень безумно близко и понятно. Но у меня один вопрос. Я никогда не могу запланировать отпуск заранее. Езжу и всегда покупаю в последний момент. И все было бы хорошо, но жабы душат, потому что это дороже. Что делать? Вот мы с женой тоже 10 лет назад мы еще в палатке отдыхали, где-то в Крыму под Коктебелем, потому что не могли ничего запланировать. И могли только позволить себе палатку. Но в этом году мы уже решили, что мы сейчас, короче, заплатим 40 лет зимой, чтобы летом поехать на море к нормальной люди 15 раз в день и ходить на пеной вечеринки с детьми. Семейная жизнь вам может помочь. Добрый вечер. Спасибо вам за огненное выступление. У меня такой вопрос. Вот я слушала вас, и я честно не верю в то, что вы действительно так много бездельничаете, как вы об этом много говорите. Ну, наверное, невозможно сделать даже вот эту шикарную презентацию, это шикарное выступление, ничего не делая. Вот такой вопрос у меня. Да, правда. На самом деле нифига. Просто мне повезло, как всегда. Я до того, как вышла, я просто думал, что сейчас, не знаю, у меня штаны свалятся или там в горле пересох, начнется паническая атака. Но видите, опять пронесло. Я просто везучий. Привет. Во-первых, это действительно самый лучший книжный стендап, который я слышала в своей жизни. Это было очень смешно и очень круто. Спасибо еще раз. Назови, пожалуйста, три самых тупых занятия, которыми ты занимался. Да, три. Их 333. Практически каждый день я занимаюсь чем-то тупым, потому что, опять же, семейная жизнь – это только одна сторона хорошая, а другая, что нужно постоянно бегать в детский сад обратно, в школу обратно, какие-то там читать группы, в эти чаты, родительские чаты. Но, опять же, работа на заводе была очень тупая, работа в библиотеке была очень тупая и на почте была очень тупая. В общем, пока я не начал свое дело, все было очень тупо. И я даже не ожидал, что это так круто. Поэтому всем рекомендую начать собственное дело. Так, друзья, смелее поднимайте руки, задавайте вопросы, потому что время еще есть. Пока люди думают, вопрос от меня. Когда ты писал книгу, во-первых, сколько времени на это ушло? Потому что я подозреваю, что ты прокрастинировал и откладывал. И как ты там… У тебя были какие-то обязательства перед условным издателем или перед кем-то? Или ты просто забивал и писал, когда тебе хочется? Я забивал, писал, когда мне хочется. Ну, если по времени, это было, наверное, месяцев 8, а на деле, наверное, часа 3. Потому что я и писал, и не писал. Потом просто меня стимулировал и решил устроить крауд на планете, чтобы собрать деньги. И тогда понял, ну, теперь, сука, точно надо все дописать, потому что люди же будут ждать, скидываться деньгами. Вот это мне помогло все закончить. Ну, еще вот, конечно, Лена, которая мне все время пересылала сайт, эти вертки туда-сюда, там все мы выверяли ошибки. И без нее, конечно, книга бы тоже не состоялась. Если вопросов в зале больше не появляется, появляется, бегу. Спасибо большое. У меня просто из любопытства такой вопрос. Если сейчас вы занимаетесь тем, что вам нравится, да, книжный магазин и писательство, видимо, тоже время от времени, чего такого неприятного от вас могут хотеть люди? Вот вы говорите, пишут что-то, просят, потом заранее спасибо, как бы пытаются вами манипулировать. Чего они от вас хотят? Ну, самое, может быть, такое, чего вам не хочется делать. Ну, потому что, там, в их понимании я стал чуть-чуть известным, и они хотят от меня всяких коллабораций. Они считают, что я, извините за выражение, инфлюенсер, и за вам нужно провести коллаборацию. Спасибо за выступление. Такой вопрос. Вы говорили, что можно заставить людей на себе работать, и при этом ничего не делать. Есть какой-то лайфхак для аудитории, чтобы мы тоже так могли научиться? Спасибо. Заставить? А, заставить людей на себе работать, ничего не делать? Но я так иногда делаю. Это у меня называется выходной. Когда я беру выходной, у меня, например, когда я понимаю, что у меня уже 14-й рабочий день в неделе, то я понимаю, что нужно кого-нибудь нанять, и чтобы он немножко поработал, а я бы уже отдохнул, куда-нибудь там к бабушке съездил на дачу с детьми, на тарзанке бы покатался. Вот, но потом у меня, видимо, сложности я не могу сказать людям, объяснить, как нужно делать круто, как у меня это получается, или я еще не встретил такого человека, который мог делать так же круче, как я. Поэтому через некоторое время приходится всех увольнять, потому что они просто не лечатся, мои некоторые сотрудники и помощники. Добрый вечер, спасибо вам за шикарное выступление, в очередной раз я поблагодарю. И вот в продолжении предыдущего вопроса, наверное, тут прям очень завлекателен тот образ жизни, который вы описали, еще с таким юмором, и плюс рекомендация от вас заняться предпринимательской какой-то деятельностью. Прямо реально хочется, но книжный магазин, эта идея уже занята. Чем вы предложите заняться? Спасибо. Интересно. Ну, надо попробовать вот то, что… Вот есть, например, вот Моцарт и Сальери. Например, Сальери, он будет там что-то делать, 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 там стругать, писать, писать, там потеть, а Моцарт, он просто полетит и всех победит. Просто вот гений, и надо делать то, что у вас получается проще всего, легче всего и само по себе. Вот, но только никому об этом не говорить, а то тоже все захотят. Найдите у себя такое, какое-нибудь там дело, то, что у вас вообще только в радость и без всяких там проблем. Вам потом проблемы нанесут еще, когда вы начнете все оформлять там официально свои мечты, вам там устроят. Друзья, я видел, что есть еще желающие задать вопросы, если Стас не убежит сразу заниматься какой-нибудь веселой ерундой после выступления. Да-да, хорошо. Конечно, не будет. Я надеюсь, что ты ее прочитаешь. И подарок от Invitro тебе тоже достается, чтобы когда поедешь к бабушке на дачу кататься… Не замерз там. На тарзанке, да, потому что сейчас уже похолодало, чтобы ты не болел и мог работать без выходных еще подольше. Потому что я понимаю, что в Ходосевиче без тебя никто не справится. Еще раз аплодисменты и спасибо тебе огромное за это выступление. И да, передай большое спасибо и привет Ивану Митину, у которого ты был, очевидно, на болтов дачи, где вы смотрели Петросяна. Помогло. Очевидно, помогло. Потому что я сильно переживал за твое выступление. Постоянно заходил в Google Doc посмотреть, что нового ты там дописал, а ты ничего не дописывал. А Ваня Митин присылал мне смешные фотографии, как они, значит, готовятся к выступлению. Ну что, мы почти, почти, почти. Да, мы на финиш не прямой. Наташа Киселева поднимается на эту сцену. Писатель, журналист. История будет, наверное, не такая веселая, но очень жизненная, очень важная, на наш взгляд. Поэтому мы решили пригласить Наташу выступить сегодня здесь, на этой печи-кучи. Месяц со смертельным диагнозом. Так называется выступление. Если нужно какое-то интро, чтобы представиться, у тебя есть эта возможность, если нет. У меня не будет интро. Я, как и все остальные спикеры, прислала презентацию сегодня. Не все. Не все спикеры. Последние три спикера. Поэтому у меня презентация, поскольку у меня будет эмоциональный рассказ, я решила, во-первых, потому что у меня было лень, потому что Димка говорил, пришли быстрее, уже что-нибудь. У меня будет самая содержательная презентация на сегодня, мне кажется. Поэтому больше я ничего не буду говорить. Запускаю? Да. Погнали. Четыре года назад мне поставили диагноз рак. Врач сказал, что у меня какое-то сложное заболевание, венозное. Я предложила ему помазать, чем-то там рассосать, расчесать. Потому что у меня были дедлайны, я была пиарщиком, и мне срочно-срочно нужно было ходить на работу. У меня было не до лечения, не до больницы, не до операции. Но врач сказал, что, Наташа, у тебя заболевание такое, что у тебя осталось два, но максимум три года. Твой дедлайн два или три года. И мы, ну, никакой крем не поможет рассосать опухоль диаметром в пять сантиметров. Я подумала, да, окей, два года. Так, что я должна сделать за эти два года? Первое, что я начала, это, естественно, реветь. И я на свою истерику и на рев себе отложила. Поэтому у меня появился просто друг-краб, мой друг-краб. Мы говорили об этом с друзьями в кафе, еще где-нибудь, никто не понимал, что у меня за друг-краб. Но так мне было проще, моим друзьям и многочисленным было проще. Итак, то, что я хотела сделать за 40 лет, я должна сделать за два года. Я вычеркнула просто из своей головы все-все не нужно, что мне казалось, что это очень-очень важно. Мне казалось, что очень важно успеть то, что я себе сама придумала, написать книгу, выйти замуж, выучить итальянский, снять фильм. И все мне это теперь нужно сделать не за 40. Окей, ну если так нужно, у меня будет смерть через два года. И я вот решила устроить вечеринку. Я собрала всех своих друзей, всех знакомых, чтобы отпраздновать жизнь. На самом деле я улетала в Израиль на лечение. Но поскольку я очень много путешествую, все подумали, что Наташа снова куда-то летит. Ну и снова какая-то вечеринка. И вечеринка была с моим другом Крабом. Думали, когда же он придет, но Краб, поскольку уже был, как я тогда думала, во мне, Краб все не приходил. И так я полетела в Израиль, в Шереметьево, я прочитала РИА новости, что Израиль начали бомбить. Я думаю, ну супер. Если я не умру от рака, значит я умру от бомб. И даже меньше, чем без два года, я не выучу итальянский за два дня, или не выучу его в Шереметьево, не буду замуж. Потому что, ну, за кого здесь в Шереметьево, буду замуж. Мы прилетели, я прилетела в Израиль, действительно нас бомбили. И мне на самом деле повезло, что бомбили. Потому что я перестала бояться своего друга Краба, потому что нас уводили в бомбоубежище каждый день по 3-4 раза в день. И мы сидели очень эпично иногда в подвале и смотрели CNN. И я снова думала, во-первых, зачем мне этот друг Краб? Во-вторых, что же мне успеть за эти два года? Я понимала, что я останусь в Израиле где-то на 8 месяцев, потому что у меня будет повторная операция, химиотерапия, лучевая терапия. И я постоянно задавала себе вопрос, зачем, зачем, зачем мне это нужно? Это же какое-то испытание, что я должна понять? И поскольку Таля-Алиф бомбили, единственный город, который не бомбили, это был Иерусалим. И я поехала в Иерусалим, у нас был ужасный какой-то гид. Мне хотелось его убить, подумала, что ладно, у меня два года, у тебя есть два часа. Мы доехали до Иерусалима, и всю дорогу мне говорили, что напиши записочку, напиши записочку, напиши записку, чтобы что-то попросить. Мне нужно было попросить огромное количество всего, денег, здоровья, жизни, чтобы ушел этот Краб, чтобы какие-то химиотерапии были не такой ужасной, как я себе представляла. Я постоянно говорила, можно мне 10 записок, может быть, я могу купить 15 записок, может, я могу 10 раз положить записки. Но мне говорили, Наташа, это, конечно, Израиль, но не настолько же. И мы приехали, я думала, господи, что мне делать с этими записками. Мы приехали в Израиль, мне позвонил мой врач, говорит, а ты где? Я говорю, я могу, я в Иерусалим, но могу вернуться. Он говорит, ну, мы все проверили, у тебя нет рака. Я говорю, в смысле? Ну, русские врачи ошиблись, у тебя нет рака. Ну, мы поставляем 1%, но вообще у тебя точно нет рака. Я жила уже с этим месяц, я уже себе все запланировала заново. Мне сказали, что у меня нет дедлайна. Я, естественно, написала записку с одним словом спасибо. Потому что мне больше нечего было сказать. Голова моя взрывалась абсолютно. Я пришла в свой номер отеля, приехала, и, чтобы голова не взорвалась, написала большой-большой пост и пошла в душ быстро. И когда я повернулась минут через 3, я увидела, что там какие-то адские количество перепостов, лайков и всего остального. Мне уже написала Лика Кремер эту колонку, потом переписал СНОП и даже комсомольская правда. И огромное количество людей, там перегнали к Шусюшу Собчак, мы что-то такое. Огромное количество людей мне начали писать. Причем для меня это понятно было второе рождение. Я поняла, зачем мне это нужно было, чтобы понять, что мир прекрасный, что мои требования к нему, и можно быть счастливой, не учая итальянски, и написав книгу, не сняв фильм, что прекрасно говорить сейчас с вами, держать микрофон, прекрасно, ну все вообще в принципе. Прекрасно, что сейчас такой классный октябрь, и прекрасно, что у меня больше нет краба. И важна еще одна миссия, которая мне кажется, зачем мне это нужно было все это прожить, потому что огромное количество людей моя колонка, моя история поддержала по всему миру. Мне пишут до сих пор, 4 года прошло, пишут до сих пор люди, у кого есть диагноз, у кого нет диагноза, кому родителям поставили диагноз, или кто-то на последней стадии, или кто-то просто в депресснике, у кого-то муж козел, но моя история почему-то все равно помогает этим людям. И это очень круто понимать, что ты помогаешь другим людям, ну просто тем, что ты что-то прожил. И люди тоже устраивают вечеринки, меняют рака на краба, и еще раз за этот опыт, и за то, что вы меня послушали, я хочу сказать большое спасибо. Спасибо. Наташа, спасибо тебе огромное, что рассказала это еще и на печи кучи. Вижу вопросы. Большое спасибо за рассказ. На самом деле очень интересно узнать ваше мнение по поводу того, как сделать так, чтобы люди без краба начали ценить жизнь. Спасибо большое за вопрос. Мне кажется, что такие истории, как моя, они могут, конечно же, не проникнуть так сильно. Я не психолог, например, как выступающий до меня. Но просто представьте на секунду. Вот для меня мой опыт показал, что я не бесконечно, я не бессмертно, как призывал нас первый спикер, у меня реально есть дедлайн. И я могу закончиться через секунду. Я могу себе напланировать очень много всего, отложить, потому что мне пофиг, или потому что мне лень, или потому что еще что-нибудь. Но качество… Ну, то есть я, грубо говоря, факаплю сама для себя. Прости, Дима, что я сказала, факаплю. Никому… Ну, то есть, естественно, серьезные потрясения меняют нашу жизнь, меняют наше самоопределение, отношение к жизни. Но просто понимание, что ты конечен, понимание, что все, что есть сейчас, его может не быть в любую секунду, мне кажется, это очень сильно отрезвляет. Но меня, во всяком случае, отрезвило. Наташа, спасибо большое, что пришли, что действительно рассказали про свой опыт, поделились, мне кажется, зарядили многих. Вопрос в том, что как живете после этого, строить ли вы планы, и откладываете вы теперь что-то на потом? Ну, конечно, откладываю. Ну, сразу после этого мне говорили, там, нужно подавать в суд или еще что-нибудь на врачей, но мне было все равно, потому что мне казалось, это должно закончиться, и все, это не со мной, это не про меня, все супер. Конечно же, ну, то есть я, мне кажется, до сих пор пребываю в неком анабиозе, таком немножко блаженном, потому что, ну, я действительно стала кайфовать, от жизни, я была супер требовательной к друзьям, к себе, ко всему, все не так, у всех так классно, а у меня нет, у меня лучше всех, потому что у меня нет этого дурацкого краба. И, ну, потом я вернусь в свою жизнь, я прекрасно живу, и через какое-то время, недавно, буквально несколько месяцев назад, я поняла, что эту историю я хочу рассказать другим языком уже, как раз Дима предложил выступить здесь, и сейчас я снимаю короткометражку художественную про эту историю, именно для того, чтобы рассказать еще большему количеству аудиторий, потому что, ну, история, правда, я не знаю почему, она заряжает всех даже без диагноза. Наташа, спасибо огромное вам за вашу историю, у меня такой к вам вопрос, даже несколько, любите ли вы до сих пор крабов? И еще такой вопрос, вот вы говорили о том, что у вас были какие-то определенные цели, я так понимаю, что они у вас были не в промежутке два года, да, а на всю жизнь, достигли ли вы этих целей каких-нибудь, вот за то время, которое прошло с того момента, как вы поняли, что все-таки у вас нет краба. Да, спасибо. Про крабов, ну, естественно, да, потому что это был для меня некий образ замены, понятный, ну, психологической замены, ну, у меня само слово «рак», оно меня просто пугало. Что касается целей, естественно, когда у тебя меняется самоощущение и меняются цели, эти цели, ну, я, естественно, ставлю себе, сейчас просто они чуть-чуть поменялись, я хотела снять кино про другое абсолютно, но поскольку, ну, мне, правда, пишут до сих пор со всего мира, я поняла, что, возможно, нужно снять именно этот фильм, а не снимать про ту фигню, которую я думала очень важна четыре года назад. Ну, цели я, конечно же, ставлю и добиваюсь. Иногда нет. Один вопрос. Спасибо большое. Для меня это была самая сильная история. Я боялась, на самом деле, выступать после стендапа, потому что я думала, тут я за своим раком сейчас приползу. Хороший контраст, на самом деле, прямо сильно. На мое впечатление. Хотела спросить у вас. Буквально я в жизни как-то была сыроедом 9 лет, и я чувствовала на себе, как легко человек может стать героем одной истории. То есть вы становитесь человеком, который пережил рак, человек, который сыроед. Я знаю, что вы, я прямо чувствую, скольким людям вы помогли этой историей, но у вас, опять же, есть этот риск стать человеком одной истории. Как-то вы это почувствовали? Может быть, какие-то границы? Спасибо большое. Можно стать человеком одной истории. У меня была еще до этого сильная история, когда был Крымск. Я была волонтером Крымска, я поехала на два дня, я осталась на два месяца и возглавила волонтерский лагерь. И меня как раз-таки перед своим диагнозом, я думала, блин, я теряна всю жизнь, осталась этим волонтером Крымска. Ну и, видно, небеса мне послали, чтобы я была все-таки человеком не одной, а двух историй. Поэтому бойтесь своих желаний, я сейчас буду как мессия, бойтесь своих желаний и бла-бла-бла. Но, нет, если эта история, мое предназначение в жизни, если эта история поможет, ну, как часто говорят, хотя бы одному человеку, многим людям, и я повторюсь, она очень странно мне пишет, я поссорилась с мужем, я прочитала твою историю, блин, он не такой козел, как я думала, и это супер. Там у моей мамы четвертая стадия, я стала жить там три недели, мы решили тоже заготеть вечеринку, как ты думаешь, нужно купить вот это или просека, меня спрашивают, люди из Новой Зеландии. Поэтому я готова быть человеком одной истории, если это поможет другим. Мне кажется, это круто. Здравствуйте, у меня вот такой вопрос. Вот эта вот ваша история, она, скажем прямо, она максимально медицинская. Вот, например, ваше отношение к профилактике в целом изменилось с тех пор? Вы, вот, например, можете сказать, что пережив все это, вы теперь просто идеально профилактированный человек, следите за всем и знаете ценность вот этого, и можете эту идею тоже там как-то нести, условно говоря, в массы? У меня две израильских клиники хотели сделать своим лицом, даже предлагали мне контракт через месяц и полтора месяца, наверное, после того, как я публиковала колонку. Естественно, я отношусь более внимательно к своему здоровью после этой истории, но мы можем умереть, на меня сейчас может свалиться вот эта штука, и я здесь умру. Конечно же, нужно следить своим здоровьем, нужно проверяться. Ну, я не считаю, что моя история, честно говоря, медицинская, мне кажется, она больше психологическая и проверу в себя во что бы то ни стало. Но все в инвитро за 333 рубля или что я должна сказать. К сожалению, у нас дедлайн, время закончилось, но, Наташа, тебе нужно выбрать автора вопроса, который тебе понравился больше всего, или реплики? Мне больше всего понравился вопрос про человек одной истории, потому что я хочу, чтобы вы, например, для себя этого не боялись. Если вы будете человеком одной истории, ну, есть люди вообще без истории, мне кажется, это гораздо хуже. Подходите за книжкой, она вам достанется, тебе тоже достается книга от Ман Иванов и Фербер и Худи от Инвитро. Подожди секундочку. Когда будешь закатывать вечеринки на улице, это вот очень тебе пригодится и поможет. Аплодисменты Наташе. Друзья, ну что, почти все. Единственное, еще одно приятное объявление. Наши новые друзья и партнеры, которые производят прекрасный смузи Naked, они чуть-чуть опоздали к началу, поэтому, когда вы будете уходить, на стойке регистрации стоит очень-очень много бутылочек со смузи. Они вот так выглядят, разных вкусов, разных цветов. Вы можете совершенно спокойно брать это с собой и наслаждаться по дороге домой или дома. Ну и спасибо вам огромное, что пришли. Спасибо Телеграфу и спасибо Инвитро. Да, и не забывайте, что завтра и послезавтра, правда, эта акция работает. Ну то есть попробуйте не профокапить и не… Наташа, спасибо, что напомнила. И не переотложить этот… Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok